да алло андрей здравствуйте здравствуйте меня зовут виталий березовский я являюсь представителем проекта bitcoin вы проходили регистрацию сегодня памяти да хорошо в принципе подскажите чем не разобрались да есть какие-то вопросы остались не закрытая что было вообще не понятно да там какие-то вот такие документы всякие требуются непонятными документы вы имеете виду что что именно подскажите как карточки с двух сторон сфотографировать да то есть паспорт на данный является уже вы же знаете вот вы смотрю звоните да я вам сейчас расскажу для чего вообще такая процедура делается то есть я не знаю это вам изначально прилагалась такая информация что вы должны были как-то какие-то документы предоставлять или что не может там написано что надо предоставить эти документы же да конечно смотрите в случае в таком слове как верификация я понимаю но вы же знаете законы есть это кондифициальной информации нельзя вообще запрашивать по закону даже его союза и я понял но смотрите но во всяком случае к примеру как я могу знать что я работаю именно вот я знаю что вы есть владелец карты на что именно это вы пополняли свой торговый счет своей карты понимаете не нужно подтвердить вашу личность ну как мы сможем работать так как мы сможем работать если мы не понимаем всем на работой понимаете ну вот вашей компании там тоже никаких данных нету вообще то есть не делаю зарегистрировано ничего я вас познакомлю я ваш я в компании вас познакомлю в принципе совсем как как я вот могу да то есть это в принципе частное лицо может сделать сайт и просить потом учиться данные да то есть вот дайте мне паспортные данные там выписки прописки карточки смотрите смотрите как вообще происходит процедура вы как-то в данной сфере уже ранее сталкивались работали с данной сферой нет нет никогда не сталкивались хорошо а вообще что слышали об этом вот вижу что по биткойна да интересуетесь криптовалютой правильно ну да биткойн то он сейчас растет я знаю там обещают даже до 60 что он якобы вывести все верно да 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 прогноз идет в ближайшее время 65 тысяч до 1 1 1 биткойн то вот было падение в принципе то было резкий подъем да такой был до 45 потом упал он сейчас до 34 был сегодня он уже 38 опять на принять ну это все зависит от того что в принципе да мы слышали что сейчас в америке происходит да это все связано с этим и на фоне в принципе доллара криптовалюта немножечко поднялась в цене вернулась на свои позиции это же самый рипл и эфиром если вы следите за криптовалютой да есть такие валюты вот за счет этого не принципе поняли в цене ну и отличие вообще криптовалюты от других рынков в том что они работают 23 на 7 без выходных понимаете вот если взять фондовый рынок валютный рынок форекс сырьевой рынок то есть они работают с выходными то есть праздничные дни у них тоже так же выходной рынок не работает все тишина она работает 27 без выходных полностью как в этом ее отличие есть и в принципе на этом за счет этого ее есть преимущество в принципе принципе вот но смотрите мы конкретно занимаемся тем что предоставляем вам в принципе платформу во первых да что слышали вообще платформа вот таких как mt4 mt5 я не в курсе не в курсе но это в принципе платформе многие компании работают с этими и с этими платформами они доступны практически на всех площадках как и на плей маркет в аппарат принципе да вот с этой программой вы будете принципе выходить на финансовый рынок так как вы в принципе новичок в данной сфере а вы попадаете в группу к эксперту который будет вас сопровождать по финансовому рынку и принципе будет вам предоставлять новости на которых можно заработать вот примеру на биткоина вот вам его еще называют как д эксперт аналитик он занимается анализом рынка то есть он постоянно сидит анализирует это все мониторит просматривает человек это в принципе он заинтересован вашей прибыли потому что компания зарабатывает на комиссии с ваших успешных сделок ну больше процентов получают это понятно конечно 5 процентов комиссия от ваших успешных сделок очень больше успешных сделок да тем больше наша комиссия то есть такое взаимовыгодное предложение ну вот что касается вообще условия то есть экспертам вы договоряетесь по формату работает не будете работать с какими активами а будет связываться удобно для вас время то есть вы настраиваю как да это будет отправиться под ваш график да вообще как по свободному времени у вас уделять этому монтики деваночка времени он ведь делал я конечно могу можете вот это отлично отлично а также смотрите есть еще у нашей компании программа до которая к примеру вот уезжайте где-то в командировку да либо же сейчас нет времени этим заниматься есть такая программа автоматизирована она разработана на основе алгоритма да в принципе вы открываете сделки и программа будет их сама закрывать в принципе настраивайтесь экспертом вы поехали по своих делах где-то там командировку не знаю где-то на отдых но нет времени этим заниматься открыли и программа будет сама по себе закрывать сделки то есть примерно примерно так все работает вот что вообще касается доходности на какой результат хотели бы выйти по заработку вот минимум какой-то которого вам не хватает тут не делал туши не хватает как бы лишние деньги никогда не бывают скажем так я понимаю конечно не то что не хватает если можно заработать на чем-то почему бы на этом не заработать конечно конечно но нет и если говорить об охотности да в принципе вот если брать по программе как-то говорить какую-то точно определенную сумму я в принципе не могу вам сказать да потому что это финансовый рынок а я не знаю чем вы будете работать у кого будете времени утрять но могу сказать так что если брать по работе с программой до которой я вам говорил вот автоматизированная торговая там идет 30 процентов доходность от вашей суммы вашего стартового капитала бизнесе знаете что-то прогнозируют довольно тяжело как бы но конечно то есть как бы если человек осведомлен боя понимает что он также должен понимать что если ты приходишь какую-то сферу бизнеса начиная с чего-то начиная начиная с какого-то минимального стартового капитала ты должен понимать что ты не будешь первый месяц там просто тысячи зарабатывать как и нужно быть реалистом и понимать даже если начинаешь минимума то как был первый минимум будет но если брать так среднем могу сказать по статистике клиентов до к примеру но первый месяц минимального суммы депозита да то есть получается заходность 100 евро то есть первый месяц но может быть и больше вот если взять тот же самый биткойн то есть два клиента которые открывали минимальные сделки по биткоину да когда его были резкие подъемы биткойна то на это сделка клиенты заработали 190 кто 100 долларов это с одной сделки только да это 120 по разному все зависит от финансового рынка какая новость а если есть какое-то резкое падение да то можно там прекрасно заработать вот почему бы и нет ну да ладно на падениях конечно проще заработать чем на повышениях тут да конечно 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 вот могу привести вам такой пример да ну я так понимаю вы немножечко понимаете вот ну я как бы занимаюсь узнать драг металла с телефона да вот то есть мы скупаем телефоны то есть мобильные вот платы материнские там платина золото и потом это просто продается все конечно 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 да если и более если вы слышали о телефонах да вот слышали что где-то два года назад был такой момент когда самсунг там что-то работал да и батареи взрывались телефона вот в этот момент мы понимаем что акции компании самсунг будут падать потому что в принципе компания понесла убыток да они вложили в эту новую модель так как минимум потери очень большие на клиенты которые остались вот таким телефоном они захотели возрасте своих да и так дальше вот мы понимаем что акции компания будут падать и на этом быть это надо заработать вот почему бы и нет но и новости таких финансовый рынок очень большой так как я говорю вам и сырье и форекс рынок валютный и фондовый тем более да и криптовалюта заработает есть на чем заработать на самом деле было бы желание не знаю попробовать для себя разобраться меня документы как бы вот эти не устраивают предоставлять понимаете неизвестно кому и куда посмотрите на почему я вам в общем подскажу разберусь как бы верификации вы знаете есть отдела верификации которые вам с этим принципе поможет и расскажет что нужно что не нужно там же там написано как будут паспортные данные место прописки банковскую карточку с двух сторон да то есть паспортные данные то вообще нельзя по европейскому закону запрашивать посмотрите возможно возможно я просто как бы я не один верификации я вам покрылся как бы я манеджер до который работа начальными у нас мы работаем как бы с русскоязычными странами а вот в том числе как бы больше нас клиентов третий да вот есть и прибалтика вот взять поэтому как бы я просто мало работал клиента без прибалтики поэтому как бы я не знаю какая там процедура возможно там по-другому я просто больше работаю с россией да вот я думаю что возможно как-то ситуация по-другому это закону и с они как бы везде одинаковые или у нас нет но просто у вас номер люксимбургский а я понимаю конечно конечно мы находимся мы находим не знаете законы из нет мы находимся в амстердаме я объясняю на мантердаме и наша компания смотрите мы находимся физически в амстердаме понимаете получается нидерланды нидерланды тоже страна есть да нет смотрите смотрите я вам ведь не так что а я как бы сам брянска это россия я из россии сам понимаете понятно вот и большинство моих клиентов которыми я работаю это россия в россии все практически да мало кто попадает я мало работать клиентам из прибалтики евросоюзом поэтому я как бы насчет этого не усведомлен я на самом деле только год нахожусь в амстердаме живу из голоди поэтому я ничего не опущу вас номер люксимбургский тогда объясню сейчас у нас айпи-телефония конечно поэтому линии могут быть и люксимбург и у вас есть и великобритания и москва поэтому как бы так у вас какие-то вопросы еще андрей попали документам вот именно вопросы там если никто не может ответить на туда смысл там сейчас я сейчас сейчас 1 минуточку вождать на линии да побуду я сейчас свяжу с 1 а верификации и они подскажутся всем как это правильно сделать хорошо да да одну минуточку дала алё андрей добрый день добрый а меня зовут владимир безруков отдел верификации звонил от виталия березуцкого по вашему вопросу а так получил информацию о том что есть какие-то проблемы какие-то вопросы перификации ну да как бы вот знаете законы евросоюза законы евросоюза знаете и законы европейские законы а наш юридический отдел прекрасно знает насчет верификации андреас карточку имеете не какой ваш отдел верификационный отдел я представляю да а в какой вы стране находитесь андреас вы что не говорим о стране виталий сказал в которой мы находимся скажите пожалуйста вы банковскую карточку имеете я имею банковскую карточку вы просто запрашиваетесь Нет, вы послушайте, вы запрашиваете данные, прописки, да, что непозволительно законом Евросоюза, да, то есть вы запрашиваете паспортные данные, это тоже непозволительно законом Евросоюза, и вот, мне сказали... Давайте, хорошо, скиньте, пожалуйста, нам на WhatsApp данный раздел закона Евросоюза, мы ознакомимся. Вы не знаете закон Евросоюза, вы находитесь где? Ну давайте, скиньте мне, я почитаю. Не, ну зачем мне вам скидывать, вы находитесь, вот где вы находитесь, вы не знаете, что это кондиофициальная информация, это вообще получается вмешательство в личную жизнь, то есть если вы запрашиваете у меня, где я живу, да, сколько я плачу... Я считаю так, что вы со мной ругались, чтобы с вами на вами разговаривали, Абрис. Почему ругались, я вам просто объясняю, вы... Вы ругаетесь на меня, я спокойно, а дальше вас спрашиваете, вы начинаете мне говорить, что я не знаю законов Евросоюза. Ну конечно. Я знаю законы Евросоюза, и я первый раз слышу, что в Евросоюзе запрещено проходить верификацию. Поэтому прошу вас, Андрей, скиньте нам на WhatsApp по возможности данный закон. И если вы окажетесь правой, мы принесем свои извинения. А зачем мне это надо, если вы живете... А, ну, значит, такого закон не существует, Андрей. Такой закон существует. Я могу его запишите сюда. Такой... Такой... Идите нам на WhatsApp, пожалуйста, его. Кого? Закон? Ну, конечно. А у меня там есть... Нельзя запрашивать верификацию. На каком языке вам? На русском? На русском я думаю, что я его не найду вам. Ну. На любом языке мне найдете. На английском вы поймете, да? Конечно. Замечательно. Поверьте, мы поймем на английском. На какой номер вам скидываете? Виталий Березуцкий вам сейчас отправит сообщение со своего рабочего номера. И, собственно, туда отправьте данный закон. Хорошо, я вам отправлю. Вы узнаете, да, что такое персональный код? Благодарю. Да. Всего хорошего. Да, до свидания. Да, вот. Алло, Андрей, добрый день. Добрый. А Виталий Березуцкий у вас беспокоит, да? Я с вами вчера общаюсь, договорились с вами, заговариваю, с вами позвониться. Обсудить дальнейшие условия сотрудничества. Да. У вас не слышно практически. Вы запинаетесь. Слышал. Алло. Да, 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 я слышал. Плохо вас слышно. Вы запинаетесь, как будто бы. Так, сейчас одна минутка. Сейчас общая? Ну, вроде бы, как, да. Хорошо, я буду. Подскажите, в принципе, скажите, формат работы, заработок, в принципе, потому что вы вчера с вами разговаривали. У вас, в принципе, все устраивает, все подходит? Ну, вот, про фирму бы я бы вашу хотел бы узнать побольше. А о чем хотели бы узнать? Про фирму, про фирму. А, фирму? Да, да, да. А что конкретно вас интересует? Ну, вот, вы, видите, в Амстердаме находитесь, да? Да, да. А где фирма, получается, зарегистрирована? Фирма зарегистрирована. А, так я это уже сказал, как бы, мы зарегистрировали в Амстердаме. Филински так же там находимся. По какому адресу? А, вы хотите к нам в год, чтобы приехать? Там могу даже зайти, в принципе, сейчас. А вы читаете, в Амстердаме находитесь? А, сейчас, да, уже. Хорошо, ну, смотрите, в принципе, для того, чтобы, так сказать, приходить на МОФИ, а, ну, представляете, как бы, компания большая, поэтому через, ну, в день, понимаете, там, тысячи клиентов какое-то через компанию. Ну, хорошо, какой адрес у вас у фирмы? Да, я же, вы хотите к нам в гости прийти или как? Чтобы прийти к нам в гости, нужно быть, как бы, клиентом, там, выть клиентом в компании. Да не пойду я в гости, ну. Можем в кофе-шопе встретиться, там, где-нибудь, каком-нибудь рядышком. Я вас не слышу. Я думаю, в кофе-шопе можем встретиться в каком-нибудь рядом. А, ну, перезвоню, потому что сеть пропадает, извините. Да, хорошо. Сейчас. Да. Алло, да. Виталий, вот скажите, сколько вам лет? Мне 26 лет. Ну, понятно тогда. У вас там есть кто-то в офисе постарше? А-а-а, зачем вас спрашиваете? Ну, вот, вообще, вот интересно, или вы все такие, там, молодые? Не, ну, есть, но, а какие вообще? Есть, да. Ну, вот, смотри, я вам все просто объясню. Как вы думаете, человек, который хочет вложить деньги, у него много мозгов или мало? Ну, да, это должно быть умный человек, конечно. Умный, да. Так вот, по вашему адресу находится, знаете что? Что? Кофе-шоп. Что, что находится? Кофе-шоп. Кофе-шоп? Да. Он самый. А тогда так загуглили и посмотрели, что-то находится кофе-шоп? Нет, это я прошел. От старого адреса, на котором я сегодня был, ну, у вас изначально был другой адрес. У вас был Принцбергсайт 466, а сегодня у вас адрес 476. Там буквально 10 минут ходьбы. Вот. С тем еще адресом, ну, как бы более-менее, да. То есть там фирма, ну, другая фирма. Ну, хрен с ним. Да, ну, когда вы приходите и рядом стоит, ну, вот, по этому адресу кофе-шоп, ну, там, ну, никакой фирмы нету больше. Там сверху, ну, жилые квартиры. Ну, а то вы точно посмотрели? Ну, вот я сейчас напротив стою. Ну, если вы мне сейчас квартиру рукой помахаете, то я вам сразу, я не знаю, 10 тысяч там. Вот выгляните... Нет, мне не нужно никаких каких-то кофе-шоп ваших. Ну, не знаю, вы хотя бы даже... Закуглите, как вы сказали. Ну, а как получается? Вы в кофе-шопе ваш офис? Ну, вы там сидите, курите сейчас горшиш или траву. Вы в кофе-шопе сидите, курите траву? А, ну, для чего, для чего-то, как вы могли так быстро оказаться в Голландии, да? Самолетом с Латвии перелет в Голландии 200 евро стоит. Понимаете? Лететь туда 3 часа... Да, и вы были ради этого, чтобы посмотреть наш адрес или что? Понимаете, я же вам вчера еще раз говорил, что занимаемся, скупаем платы материнские, телефоны. Там золото и платина. А как вы думаете, куда это все везти? Ну, в Америку слишком далеко, потому что там, да, это Кремниевая долина. А вторая Кремниевая долина считается как раз-таки... Где? В Нидерландах. Ну, и чисто по работе съездить заодно. Плюс посмотреть ваш адрес. Ну, как бы я ж не буду складывать там 10 тысяч просто в воздух куда-то, неизвестно какую компашку. Ну, можешь попасть и 400 евро на перевер. Это вы с Гугла посмотрели такую информацию, да? Какую информацию? Ну, что там в кофешок и так дальше. Я ж говорю, ну, можете выглянуть сейчас в окно, если вы там в квартире, может быть, сверху живете. Я не знаю. Ну, в этом доме у нас находится офис, о чем, собственно, проблема. Где? В кофешопе? Жилые квартиры сверху. Где у вас офис? В квартире? В жилой. Ну, а в чем проблема? Хорошо, тогда выгляните в окно, помасите мне сейчас рукой. Вот я внизу стою. Возле канала прямо. Вы здесь стоите? А? Хорошо. Отправьте мне фотографии, что вы именно там стоите, чтобы я понимал, что это вы там. Господи мой, сейчас я вам пришлю по WhatsApp фотографии, что я там рядом. Ну, отправьте, да, что вы именно там ходите. Давайте. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok